Недавно слышала спор двух пенсионеров. Один такой яро-оппозиционер Комуняга, а другой такой лояльный-прелояльный, что напоминает аватар, такой человеческий аватар Бату Бота. Так вот, оппозиционер Комуняга кричал, вот Бату предал своих калмыйков, защищая варягов, да так, что бог шелму метит, что теперь даже на лицо Бату стал больше похож на варягов, а не на калмыках, у него расширились глаза и удлинился нос. Ну, на что человеческий аватар Бату Бота так помялся и сказал, да нет, это просто так кажется, Бату из-за нас сильно постарел, похудел, осунулся, поэтому создался такой внешний эффект, бедный, его пожалеть надо, довели своего главу. Ну, мне кажется, тут все на самом деле очень просто. Есть такая народная примета, что муж с женой с годами становятся более похожими друг на друга, только почему-то Бату становится более похожим на свою супругу Елену Шур, а не она на него. А что касается его супруги, Бату как-то нас вначале заверил, что не получится так, что республика будет беднеть, а глава богатеть. И я ему верю, что бы ни случилось с республикой, Бату богатеть не будет, будет богатеть Елена Шур. И тут нет никакого криминала и осуждения, потому что деньги мужа — это деньги семьи, а деньги жены — это ее честно заработанные средства. И муж к этим средствам не имеет никакого отношения и иметь не должен. И я думаю, многие женщины со мной согласятся. Вот в моей семье именно так. Так почему же в семье Елены Шур должно быть по-другому? И что касается денег. Мне часто говорят, что я проплачена украфашистами, и ко мне обязательно придут с обыском и найдут этот тайник с деньгами. Я говорю, да пожалуйста, ребята, приходите. Вот как перед лицом Господа Бога есть в моем доме тайник, есть с деньгами. Третий месяц его найти не могу, но, может быть, ребята-профессионалы из ФСБ найдут эту заначку моего мужа, потому что деньги моего мужа — это деньги семьи. Вот когда я стала делать политический стендап, общество вокруг меня разделилось на два лагеря. Одни говорили, зачем тебе это надо? Тебе что славы мало, тебя что мало печатают, мало знают. Вон твои коллеги в основном сидят себе спокойно, смирно. Некоторые даже дифирамбы поют, устроились. Знаете, это мне напоминает такой анекдот. Царь Лев попросил разделиться зверей на два лагеря, умных и красивых. Все быстро определились, одна мартышка мечется, вся в сомнениях и стинает, блин, разорваться что ли. Вот я была какое-то время там мартышка, потому что умные пошли в лагерь властей, там стабильно, спокойно и даже иногда кормят. А красивые пошли за народ, там неспокойно, не зря говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Зато любят и внимание больше, и уважение от народа, а внимание от властей. Я вот думала, я умная или красивая? И решила спросить у мужа, дорогой, я умная или красивая? Ну я-то ждала, что он скажет просто, либо умная, либо красивая. А он только посмотрел на меня и сказал, да даже не сомневайся, всегда и во всем, везде только красивая. То есть он совсем исключил, что я хоть когда-то, хоть где-то была умная. В том числе, когда выходила за него замуж. А вот зато другие мои знакомые периодически мне звонят и говорят, скажи так, скажи вот так, побольше жести, таких. Я им говорю, ребята, а вы-то сами что молчите, а? Они мне в ответ, да ты не понимаешь, мы молчим, потому что у нас дети, кредиты, ипотека, работа. Да дорогие мои, у меня то же самое. Или вы считаете, что я рекордсмен по бегу? И если начнется вдруг облава, то я первая добегу до границы, держа в одной руке троих детей и мужа, а второй своих родителей пенсионеров. Ну про свекровь я не говорю, я ее не учитываю. Но, знаете, бывают и прикольные звонки. Вот недавно мой знакомый рассказывал, что, видимо, некоторые, видимо, директора учебных заведений, которые сами хотят особо выслушаться перед действующей власти, раздали своим преподавателям инструкции. И вот одна преподавательница, строго следуя этой инструкции, начала свою лекцию и особо реально начала критиковать наших митингующих и активистов. То, что они проплаченные, либо обманутые врагами России, что они совершают особую глупость, подрывая действующую власть, и имя их будет опозорено через годы потомками. А другую часть лекций тут же посвятила биографии Пастернака, как он, защищая народ, пошел против власти и был обвинен в пособничестве врагам своей родины. Пострадал, и имя его теперь навеки славится потомками. Вот такими надо быть. Вот такой преподавательский зашифрованный протест. Даю всем лайфхак другим преподавателям. И у меня вот был такой интересный разговор с одним силовиком. И он сказал, а я знаю, что митингующие никем не проплачены. Я спросила, а почему ты так решил? А он так шмыгая носом сказал, алкаши на митинги не ходят. А когда платят, они обычно самые первые бегут. И я позволю предаться себе немного философии. Наблюдая за нашим народом, я все же прихожу к мнению, что лидер нации невольно всегда служит примером для своего народа, каким бы он ни был. Вот при Кирсане мы все были полны надежд, авантюризма. Нам всем чего-то хотелось. А чаще всего быстро разбогатеть, не работая. При Алексея Маратовича вообще ничего не хотелось. А вот при Бату нам всем хочется буйства, движений, протестов. Так сказать, показать свои народные мускулы. Он сам невольно подал нам пример. Мы все видели сильного Бату. Мы все видели несгибаемого Бату. Теперь мы хотим увидеть политика Бату, способного на компромисс, на диалог. И народ последует примеру своего лидера. Вот знаете, чем больше я смотрю на митингующих, тем более я прихожу к мысли, что лидера у них нет. Там все так или иначе сами по себе. Видимо, менталитет у нас такой. Никто не хочет, чтобы над ним кто-то командовал. И от этого мы не дружны. И это наша слабость. Никто не хочет, чтобы над ним командовал. Схвати одного бунтаря, других бунтарей ты этим не запугаешь. И это наша сила. И это все называется калмыцкий менталитет. Вряд ли приезжие из Москвы об этом знают. Вы когда-нибудь видели пьяных калмыков? Конечно, видели. Кто-то и сам неоднократно бывает. Вы замечаете, что даже самый тихий ботаник, когда выпьет, требует микрофон. Все хотят, чтобы их выслушали, поняли. Или хотя бы частично согласились, договорились с чем-то. Я однажды наблюдала такую свадьбу. Калмыки молодые ребята напились и давай наперебой галдеть. А Тамада был не калмык. Не понял нашего менталитета. Его просят ребята, ну дай микрофон. Душа хочется высказаться, ее реаль сказать. А он нам строго, строго по списку, строго по списку. Потом он не выдержал. Кому-то там подошел и попросил вывести парочку. По его мнению самых главных заводил и бунтарей. Типа это должно остальных успокоить. Ну, ошибся маленько. Там тоже, как среди митингующих, не было лидера. А того, что двоих вывели, остальных это не остановило. А может быть даже обрадовало. Тамада так и не дал им микрофона. Добровольно. Ну, вы понимаете, что было с Тамадой после. Теперь он знает, что если калмыки хотят высказаться, их надо выслушать. Выслушать и даже договориться. Иначе хуже будет. И бесполезно выводить по одному. Потому что Тамаде прилетело как раз таки от тех, кого он вывел. Те просто вернулись под креплением. А те, которые остались, еще и сверху добавили. И все эти стратегические просчеты наших властей от чего? От того, что не живут народной жизнью и не пытаются. Не понимают, забыли, даже не понимают менталитет наш. А его нельзя недооценивать. Говорят, что через каждые семь лет поколение меняется. Но не может человек, который давно уехал, много лет пробыл в Москве, а потом вдруг приехал и давать советы, прогнозы насчет протестующего поведения здешнего населения. Для начала этому эксперту надо пройти боевое крещение на пьяной улице. И быть хоть раз там побитым. Этим самым он убьет двух зайцев. И народ поймет. И снимет в обществе напряжение от хотя бы частичной случившейся справедливости. Но одно в калмыцком менталитете неизменно точно. Если калмыку не давать возможность долго высказываться, и не уважать его, и не пытаться с ним как-то договориться, то в конце концов под радостное всеобщее улю там аду спустят с лестницы. И мне бы, хотелось бы, чтобы у нас такое не случилось. Потому что мы все-таки калмыки. Мы буддисты. Всем всего хорошего. С вами была Галина Дар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова